Здравствуйте! Сегодня поговорим о двух темах, которые оказались крайне актуальными для автомобилистов в последнее время. В Алтайском крае более 120 тысяч автомобилей значатся в списках судебных приставов как арестованные, а это больше чем 70% от общего числа транспортных средств региона. И поскольку купля-продажа сейчас происходит без участия правоохранительных структур, то нередки случаи, когда новый владелец не может поставить на учет в ГИБДД приобретенный автомобиль, так как на него наложен запрет на регистрационные действия из-за долгов прежнего хозяина. Чтобы обезопасить себя от подобных неприятностей, судебные приставы рекомендуют перед покупкой зайти на их сайт, ввести фамилию, имя владельца выбранной машины, и если появятся данные, стоит насторожиться. Даже если сумма долга небольшая, кроме того, можно обратиться с заявлением в отдел розыска ГИБДД и там узнать, чист ли выбранный вами автомобиль. Однако шанс стать законным владельцем транспортного средства есть, даже если на нем был запрет на регистрацию. Мы рекомендуем, как правило, всем обратившимся в наш адрес обратиться в суд. И суд уже примет решение. Если суд примет решение о том, что действительно сделка проведена в полном объеме, расчет произведен полностью, и действительно транспортное средство передано уже от одного владельца к другому, суд примет, как правило, решение снять данный запрет на проведение регистрационных действий, либо исключить из акта ареста и описи. Заплати налог с полученных страховых выплат после ДТП. Письма примерно такого содержания пришли некоторым автомобилистам края, которые попали в аварию в 2014. В налоговую инспекцию поступило около 30 тысяч документов об удержании налога на прибыль с автомобилистов. Нужно ли его платить? Ответ да, но не во всех случаях не подлежат налогообложению выплаты по договору обязательного страхования, возмещения морального и материального ущерба, судебные издержки, связанные с привлечением свидетелей на процесс и защитой своих интересов. По добровольному страхованию, если сумма выплаты, полученная в результате ДТП, не превышает сумму расходов, плюс сумму страхового взноса, который он оплачивал, то дохода не возникает. Если возникает разница, то это и есть доход, подлежащий налогообложению. Получить разъяснение стоит как можно быстрее, ведь подать декларацию нужно до 30 апреля, иначе штраф. До свидания.